Точно в яблочко сразу и не скажешь, что стрелок целится вслепую. Александр Антонюк – инвалид первой группы по зрению. Решил попробовать пострелять. Ну, где-то понравилось. Я хотел бы первый раз в своей жизни попробовать поучаствовать в соревнованиях по луку. Я, конечно же, никогда этого не делал, но, честно, сильно хочется. Когда Александру было два года, врачи поставили ему диагноз галукома. Он видит лишь образы, а при динамичном движении предметов все сливается. Занятие проходит по-особенному. Рядом всегда наставник – профессиональный стрелок. Ему обязательно нужен, кто его будет корректировать. Кто ему на старте будет помогать, носить коррективы. Потому что он встал, выровнялся, и дальше он начинает стрелять. Если он попадает не туда, соответственно, ему кто-то должен подсказать. С выдохом начинается, и с груди начинаем опускать плечи. Руки опускаются, плечи опускаются, лопатки сводятся. Александр пока единственный незрячий стрелок в группе. Но тренер планирует развивать это направление среди инвалидов по зрению. Попробовать стрельбу вслепую решили и мы. Оказалось, это не так просто. Ну вот видите, стреляла в первый раз и попала. Правда, не я, а профессиональный стрелок. Мои стрелы вот. Несмотря на инвалидность, Александр занимается еще и легкой атлетикой. В 2015 году он поступил в спортивно-адаптивную школу. Кстати, в быту парень практически со всем справляется самостоятельно. Завтрак – его любимый прием пищи. Мелкая моторика у слепых, она более развита, чем у здоровых. Мы же ведь не видим, а иногда просто проверяем. Вот это вот готовое. Вот это еще, понятно, нет. Если твердое, значит готовое. Не твердое – нет. После плотного завтрака бегом в спортивный зал. Сделаем 4 ускорения по 30 секунд на скорости 16-17 км в час. Легкой атлетикой Александр увлекся еще в начальной школе, когда первый раз пришел на физкультуру. Тогда и понял, что свяжет свою жизнь со спортом. Саша много раз был призером и даже чемпионом России. Вот на дистанции 400 метров, 200, 100. В прошлом году мы совершили невероятный прорыв и вышли на дистанцию 42 км. Марафон Александр бежал в связке с ведущим спортсменом. О препятствиях на пути незрячего атлета предупреждал наставник. Сейчас молодой человек продолжает тренировки и мечтает попасть и на Паралимпийские игры. Анастасия Граули, Софья Чугайнова, Николай Косарев и Евгений Лапидус. События ОТВ.